Обесинская кошка – окрас котов-обесинцев. Обесинская кошка – одна из древнейших на Земле. Ее еще называют кроличьей из-за больших ушей и сходства в окрасе. Если взрослые животные грациозны и величавы, то котята смешны и неуклюжи. И те, и другие игры вы нисколько не боятся собак. Описание породы обесинских кошек История происхождения кошек-обесинцев сомнению не подлежит, но это окутано тайной, которую не развеяла даже современная генетика. Как выглядят обесинцы кошки – история возникновения породы, развития породы с 1868 года. Подтверждено документально. Первую кошку по имени Зула привез в Великобританию инефицер Барретт Ленард. Подобрал он ее в период Англо-Обесинской войны. Обесинье – это территория современной Эфиопии. От Зулы и началось разведение необычных кошачьих. По экстерегеру обесинская порода кошек сходна с древними животными, чьи изображение иммунии найдено в египетских пирамидах. Похоже она и на степных ливийских собратьев. Генетический анализ показал родство с кошками Бирмы, Таиланда, Сингапура. Работы филинологом в этом направлении хватит надолго. Первый выставочный образец обесинской породы был показан в 1871 году. В Лондоне, внешний вид тех кошек отличался от современных стандартов. На шерсти присутствовали хорошо заметные полоски тэпи, а на ушах кисточки. Коты обесины полюбились заводчикам Старого и Нового Света. Это спасло породу от полного уничтожения во Вторую мировую войну. После 1945 города восстановление численности велось за счет иммигрантов из-за океана. К сведению, на территории России обесинцы кошки по-прежнему редки. Общие характеристики кошки, грациозность движения и пропорциональность телосложения – отличительные признаки обесинской кошки. Эта порода скорее миниатюрная, вес кошек от 3 до 4,5 килограмм, котов – до 6 килограмм. Размер холки котов – 32 сантиметра, кошек – 28 сантиметров. На морде в первую очередь заметны миндалевидные глаза, как будто с подведенными стрелками и большие уши. Они выглядят так, как будто кошка все время прислушивается к окружающим звукам. Длинная шея напоминает образы красавиц древнеегипетского народа. Внимательный и настороженный взгляд сверху – это обесинский кот контролирует ситуацию в доме. Стройное мускулистое тело – длинные, тонкие. Лапы и хвост намекают на постоянную активность кошки. Котята более пушистые, чем взрослые животные. Детский пушок со временем выпадает. Шерсть густая, короткая, шелковистая, подшерсток маленький. Голос негромкий, приятный на слух. Недостатками кошек породы специалисты считают наличие пятен белого цвета, кроме мест вокруг мочки носа, подбородка и верхней части. Горлышко, дефекты ровности хвоста, белесый подшерсток у голубых и фавнаф, черный текинг у сореля, видимый полосатый рисунок. Важно! Длина шерстных обесинских кошек в природе не существует. Особенности окраса кошки. Окрас кошек необычен. Каждая шерстинка чередует светлые и темные тона неоднократно. Текинг. Ученые объясняют это действием особого гена, агутия. Полная красу котят проявляется годом к полутора. У новорожденных шерсть тусклая и неяркая. В международной практике признаны четыре окраса. Дикие, руди, чередуются кирпичные, ярко-рыжие и черные на кончике цвета. Вдоль позвоночника тона более интенсивные. Чисто черные подушечки лап, кончик хвоста и шерсть между пальцами. Подшерсток темно-абрикосовый. Он хорошо заметен на животе и внутренней стороне лап. Глаза желтые с янтарным оттенком или зеленые. Глаза чайного цвета бывают у кошек дикого окраса сорель. Красные о стенки окрашены в абрикосовый, медно-рыжий и шоколадный цвета. Также более интенсивные оттенки на хребте. Подшерсток абрикосовый подушечки лап темно-розовые. Кончик хвоста темно-коричневый. Глаза зеленоватые или светло-коричневые. Голубой чередование идет в следующем порядке. Палевый, светлый, серо-голубой, темный, серо-голубой. Оттенок подшерстка совпадает с цветом текинга у корня и ости. На позвоночнике окрас интенсивнее. Подушечки лап серые. Глаза медного или золотистого цвета. Бежевый фавн текинг представляет сочетание светло-всеного с ярким розово-бежевым. На спинке добавляется оттенок акау с молоком. Подшерсток кремовый или песочный. Подушечки на лапах темно-розовые. Глаза темно-коричневые. Золотистые темных и светлых тонов – зеленые. Фавн – переводе с английского «олененок». В самый редкий окрас абиссинки из принятых Международной Федерации характер поведения кошки. Абиссинец кот активен. Игрив – любопытен, дружелюбен и совсем не агрессивен. Достоинства и недостатки характера абиссинской кошки наводят на мысль, кем же был зверь в прошлой жизни королевой – собакой или кинозвездой? Владельцу придется тратить минимум час в день на игры с питомцем. Заводя эту породу, нельзя надеяться, что пушистик будет полдня спать, свернувшись калачиком. Кошки привязываются к хозяину, как собаки, с которыми замечательно уживаются. Обратная сторона медали – кошечка при долгом отсутствии хозяев тоскует, что может привести к болезням. Для развлечения ей нужны игрушки, ибо компания себе подобных. При недостатке занятий, предоставленных владельцам, им будет найдена замена в виде штор, покрывал, хозяйских ног, цветков на окнах. Обесинцам парой вместе веселей в собственном доме кошка будет исследован каждый уголок. Неважно, под ванной, за шкафом или на шкафу. Обесинки любят наблюдать за происходящим в доме с высоты, поэтому лучшее место для них – многоэтажные полочки. Обратите внимание, семьи с детьми могут спокойно приобретать котиков такой породы, так как обесинцы прекрасно играют с малышами при условии, что те не будут их мучить. Эти кошки не любят жарких объятий, но с удовольствием составят компанию хозяину на столе, где накрыт ужин у телевизора и компьютера, где дозволят тебя погладить. Обесинки никогда не выпускают когти, а ходят, как балерины, на пальчиках. Воспитание и дрессировка любопытные и умные животные быстро запоминают, как открыть хозяйский шкаф или дверь на кухню, даже найдут способ включить телевизор. Также быстро они воспринимают, что нельзя делать. Обесинцев легко приучают к водным процедурам, чистке зубов, обрезке когтей. Подаются они и дрессировки, могут приносить бантик, мяч или мышку. Здоровье обесинских кошек. Контроль здоровья кошки полностью лежит на ее владельце. Своевременное обращение за ветеринарной помощью позволит начать борьбу с болезнями на начальной стадии. Болезни обесинских кошек у данной породы есть несколько характерных заболеваний. Амилаидоз почек – это нарушение белкового обмена. Причина болезни полностью не установлена, вылечить ее невозможно. Терапия оказывает поддерживающие действия. Основной способ поддержания здоровья – малобелковая диета. Чаще болеют самки, даже в молодом возрасте. Терапия – атрофия сетчатки глаз. Проявляется в реклонном возрасте и выражается в боязни темных помещений и большой высоты, анемия, дефицит железа в результате разрушения эритроцитов. Животное становится вялым, плохо ест, кожа приобретает желтоватый оттенок, парадонтит, воспаление слизистой оболочки ротовой полости. Чтобы не доводить до ветеринарного вмешательства, Катя с детства приучает к чистке зубов со специальными съедобными пастами минимум раз в неделю. Если владелец не овладел этим искусством, придется посещать клинику. Дисплазия тазобедренного сустава и вывихи коленей является генетической. Особенностью породы – дерматиты возникают от разлизывания кожи на нервной почве, особого внимания требуют большие уши – один раз в двух недели. Необходимо протирать их влажной салфеткой. Обратите внимание, если у зверя со здоровьем все в порядке, хозяин тщательно соблюдает рекомендации врачей – питомцы вполне способны дожить до 15-20 лет. Уход и содержание абиссинских кошек Прежде чем завести абиссинского котенка, требует оборудовать окна специальными решетками и антикошка убрать любые провода из зоны. Доступа избавиться от кактусов, комнатных цветов с ядовитыми листьями, а возможно и от всех комнатных растений. Хозяину стоит завести новые привычки – не оставлять еду на варочной плите, держать входные двери в кладовку, погреб, гараж закрытыми. Перед готовкой проверять микроволновку и духовку, а перед стиркой – машину на предмет наличия там животного. Абиссинец исследует всю квартиру, от кладовки до ванной важно. Наполнитель для латка предпочтительнее натуральный, чтобы в нем можно было покопаться. Чем кормить таких кошек в еде абиссинки привередливы, некоторые – вегетарианцы от природы. Сухой корм лучше выбрать элитного класса. Из натуральных продуктов рацион составляют с участием ветеринара, чтобы домашний зверь получил все необходимые макро- и микроэлементы. Отварное мясо, кроме свинины и баранины, из птиц курица, хотя на эту птицу бывает аллергия, кисломолочные продукты, яблоки, вареное, морковь, яйца, морская рыба являются основой рациона. Витаминные комплексы дополняют питание. К сведению, эта кошка охотнее будет лакать воду из-под крана, чем из миски. Как ухаживать за шерстью кошки? Шерсть у абиссинских кошек плотная и шелковистая, хорошо прилегает к телу. Линяют они немного, поэтому их достаточно вычесывать раз в неделю. Поскольку воды они не боятся, то мытье проходит легко. Водные процедуры лучше проводить в теплое время года и во время линьки. Стрижку когтей проводят перед баней. В местах проживания кошек этой породы должно быть достаточно тепло. Короткая шерсть с легким подшерстком не спасает от холодов. Кастрация и стерилизация. Если питомец пэт-класса не выставочный или не планируется разведение животных, стоит стерилизовать, чтобы несколько раз в год не слышать непрерывный ор при поисках партнера для любви, а также не затыкать нос от кошачьих меток. Первая течка у кошек наступает примерно в 9 месяцев еще до полного полового созревания. Этот момент рекомендуется пережить. Остерилизовать животное в возрасте 10-12 месяцев. Котов кастрируют чуть раньше, в 8-9 месяцев. Их мочеполовая система уже сформировалась, но до меток на окружающей территории пока дело не дошло. Более ранние сроки проведения операции могут негативно сказаться над здоровьем животных, мочекаменная болезнь из-за недоразвития органов. Ранний наркоз, чрезвычайная нагрузка на организм котенка, возможная задержка общего развития животного. Как правильно выбрать и купить котенка? При выборе домашнего питомца стоит заранее познакомиться с особенностями породы, учесть возможности жилища, наличие маленьких детей и их отношения к животным. В целом образ жизни взрослых, наличие или отсутствие частых поездок с ночевками в других городах, личные. Предпочтение в проведении досуга. Предвидят и дополнительные расходы не только на стоимость животного, но и качественное питание, ветеринарные услуги, участие в выставках. Домашний инвентарь и ликвидацию возможных шалостей любимца. На что обратить внимание? В первую очередь клубная метрика свидетельства о рождении котенка-обесинца, которое в будущем обменивают. На родословную, ветпаспорт с отметками о прививках, договор купли-продажи, главные документы при покупке. Блестящая шерсть, чистые мордочка и глазки, мягкий животик, отсутствие неприятного запаха, активность, залог выбора здорового котенка. Идеальный возраст для отбора котят-обесинцев у матери – 3-4 месяца. К этому времени они приучены к лотку, обработаны от паразитов и привиты по возрасту, а мама-кошка успевает обучить потомство даже когтеточки. Маленькие котята смешны и нежны и важно. Приобретать породистое животное следует только в питомниках, с хорошей репутацией. Лучшие питомники и заводчики абесинских кошек – настоящие заводчики имеют сертификаты филенологических федераций. Коты и кошки-производители проходят генетические экспертизы, подтверждающие отсутствие наследственных заболеваний. Профессиональный владелец питомника сопровождает консультациями по трудным вопросам хозяев животных в течение всей жизни домашних любимцев. Он обязательно познакомит покупателей с родителями котенка, условиями их содержания, документами нам малыша. Соблюдение всех перечисленных условий гарантирует, что приобретена именно желаемая порода со всеми заявленными качествами, а не метис. Непонятного происхождения куплены недорого по объявлению в газете или интернете. Сертифицированные и признанные питомники в России – Савадж. Ру Астрогаус Армбербери Оринж Мармелет Эммануэл Эль Супер Аби Голд Вейн Шафран. Примерные цены на котят, сколько стоит котенок, зависят от класса. Пэт-класс от 10 000 до 15 000 руб. Брит-класс от 20 000 до 25 000 руб. Шоу-класс от 26 000 до 45 000 руб. Топ-шоу-класс до 100 000 руб. Звездочка пэт-класса относит породистых животных, здоровых, но не предназначенных для выставок и племенного разведения. У них могут быть отдельные недостатки телосложения или окраса. Продают их с условием обязательной кастрации, стерилизации. Родословную на таких котов их кошек чаще всего не оформляют. К брит-классу относят породистых кошек с родословной, предназначенных для разведения в питомниках. Они участвуют в выставках для подтверждения своих племенных качеств. К шоу-классу и топ-шоу-классу относятся элитные абиссинские коты, носители уникальных качеств породы. Они победители различных выставок, главная ценность притомника. Какого бы класса ни был выбран котенок, нужно 300 раз хорошенько подумать, покупать ли представители этой породы. Да, они красивы, грациозны, но очень привередливы в еде, не каждый сухой корм подойдет, а на курицу может быть аллергия. Звездочка цены указаны на август 2019 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова